Детскому саду Алиса более 30 лет. Особое внимание здесь уделяется коррекционной работе с детьми с нетяжелыми нарушениями речи. Логопеды успешно совмещают традиционные знания с современными практиками, делятся собственными педагогическими находками. Именно здесь работает Дарья Чистякова, вошедшая в пятерку лучших воспитателей России 2024 года. Почему я захотела стать логопедом? Ну, это откуда-то из детства. Вообще, по первой профессии я даже не педагог, но моя мама работает в этом детском саду. И на протяжении всего своего детства я как бы так вот опосредованно воспринимала вот эту профессию. Все разговоры были о детском саде, о логопедах и так далее. В общем, мне это всегда было интересно. Пример мамы и призвание стать логопедом подтолкнули Дарью получить второе высшее образование. С выбором детского сада для своих троих детей и для работы определилась сразу. Во многом этому способствовало ответственное отношение коллектива дошкольного учреждения к воспитанию детей. Это Дарья подмечала еще в школьные годы, когда приходила на работу к маме. И хобот у слона, вытянули губки. Улыбочка. И хобот. Давайте красиво встанем. Улыбочка. Ежегодно в организации «Планета детства Лада» среди детских садов проходит конкурс «Воспитатель года». На этот раз принять участие предложили Дарья. Мне это было интересно, потому что мне всегда интересно как-то саморазвиваться, а конкурс это всегда про саморазвитие. Поэтому я, собственно, с радостью приняла это предложение. Но я, конечно, думала, что это все ограничится первым этапом, то есть участием на уровне нашей организации. Победой в первом этапе не ограничилось. Наоборот, все только начиналось. Далее был городской этап, где Дарья вместе с другими лауреатами прошла на областные соревнования. Одержав победу в основной номинации «Воспитатель», наша героиня отправилась на всероссийский конкурс представлять Самарскую область. Мне бы хотелось посмотреть на наших участников. Если можно, поднимитесь, пожалуйста, чтобы мы посмотрели на вас, вам поаплодировали, поприветствовали вас. Таких замечательных, красивых. Эти аплодисменты для вас. Лучшие педагоги из 87 регионов России соревновались в различных испытаниях. Блиц-турнир, брифинг, мастер-класс. Продемонстрировать не только мастерство работы с детьми, но и с родителями. Для победы требовалось презентовать свой собственный вклад – педагогическую находку. Я представляла на конкурсе свой педагогический конструктор работы со словом, как инструмент формирования ценностных установок у наших детей. Мы сегодня говорим о том, что нужно возрождать духовно-нравственные ценности, воспитывать их в детях. И в то же время, как мы это воспитываем? Чаще всего через общение. И вот как же нам так общаться, как нам преподносить вот этот словесный материал детям, чтобы он становился не просто какой-то такой поверхностной информацией, а попадал в самое сердце и давал некую опору для того, чтобы формировать вот эту самую личность будущего. Чистякова Дарья Дмитриевна, учитель-логопед. Выходите на сцену, эти аплодисменты вам. Поздравляем, поздравляем вас. Благодаря Дарье награда призера конкурса «Воспитатель года» впервые отправилась в Самарскую область. Встречали Дарью тепло и торжественно. На вокзале было просто шественно. Когда я выходила из поезда, люди останавливались, не понимали, что происходит, потому что флаги, конечно, наша организация, детского сада, все коллеги. Это было очень массово, очень по-доброму, тепло. Вот уже больше месяца радости, внимание к успеху Дарьи Чистяковой не стихает. Поздравления продолжают поступать. Буквально из последнего мне было очень приятно. Вот я уже покажу благодарственное письмо от профсоюзной организации «АвтоВАЗа», к которой, собственно, мы относимся. Меня пригласили на такое большое совещание. Мне было очень приятно. Свой ценный опыт, полученный на всероссийском конкурсе, Дарья не только будет использовать в работе, но и передаст коллегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова